МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прямо сейчас в эфире свежий выпуск новостей на телеканале ТВЛ и в студии с вами я, Татьяна Пыренова. Здравствуйте! Коротко о главных темах выпуска. День знаний. Во всех школах города прошли праздничные линейки. Подготовка ко дню города. Сергей Дорофеев провел объезд дворов и улиц Электрогорска. На территории ЗАО «Коллаб» прошел открытый теннисный турнир, посвященный 75-летию со дня образования Электрогорска. Афиша праздничных мероприятий к празднованию Дня города. Электрогорск стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Репортаж с оперативного совещания в городской администрации. Прогноз погоды. И мы начинаем. Сегодня 1 сентября, а значит, отмечается замечательный праздник, который приурочен к началу нового учебного года – День знаний. Это праздник первоклассников и первокурсников, для которых наступает совершенно новая жизнь. Это особенный день для тех, кто сделает очередной шаг по длинной, но такой интересной школьной и студенческой дороге. Это историческое событие для будущих выпускников. Это волнительный день для родителей и учителей. Во всех школах города прошли торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года и Дню знаний. О том, как они прошли, вы узнаете прямо сейчас. Первое сентября – первый осенний день, который все школьники Электрогорска встречают с особым настроением. Это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов. Это праздник для всех детей. В этот день все школы города гостеприимно распахнули свои двери для учеников и родителей. День знаний сегодня встречают 2417 школьников Электрогорска. Среди них 254 первоклассника. Это радостное событие для нас всех. Дорогие наши ребята, я желаю вам удачного старта в этом учебном году и удачного его завершения. Уважаемые родители, наберитесь терпения. Ваши дети большие молодцы. Ваша задача – немножко им помогать. Ну, а уважаемые педагоги, каждый год 1 сентября мы с вами встречаемся на торжественных линейках. И каждый год 1 сентября мы волнуемся. Мы волнуемся, как все пойдет, как начнется, как закончится. Дорогие мои дети, учителя, родители, я желаю вам всем здоровья. Я желаю вам всем огромной-огромной удачи. И движение только вперед. Главными героями праздника традиционно стали 11-классники и, конечно, первоклассники, которым на всю жизнь запомнится их самый первый звонок, который дал начало новому учебному году. Данил, ты зачем сегодня сюда пришел? Чтоб учиться. Ты первый раз пришел в школу? Я – да. Волнуешься? Очень. А родители? Родители – да. Ну, вообще, что ты здесь хочешь найти для себя? Я хочу, чтоб я был умный и чтоб я был хорошим мужиком. Отлично, молодец. Удачи тебе. Спасибо. В этом году в школах появилась еще одна хорошая традиция – открывать праздничную линейку торжественным поднятием государственного флага. Для первоклассников сегодня это старт в новую взрослую жизнь, где первый учитель станет для них другом, второй мамой и проводником по пути к знаниям. Первый раз в первый класс? Да. Снова первый раз в первый класс. И так каждые четыре года снова первый раз в первый класс. Волнительно? Очень волнительно. Потому что это очень большая ответственность за судьбу детей. Это наше будущее, и надо их достойно выучить и воспитать. А для выпускников особенным будет не только этот день, но и весь заключительный учебный год. Сегодня мы все вместе даем старт новому 2021-2022 учебному году. Каким он будет? Это будет зависеть от нас, от нашей целеустремленности, трудолюбия, активности, творческой инициативы. Новый год вступает в свои права. Каждый педагог в этот день мечтает, что он станет щедрым на интересные события и творческие находки, а школьная жизнь их учеников будет содержательной и разнообразной. Огромные эмоции, радость, потому что за лето все-таки я соскучилась по детям, по нашим урокам, по нашему общению, по родителям, потому что у меня очень замечательные родители и такие же дети. Тревожность, переживания. А тем более у нас последний учебный год вместе, мы уже четвертый класс. Тревога, волнение, но в тот же момент радость. Честно, очень много мыслей в голове, очень сильно волнуюсь. Я, наверное, волнуюсь больше, чем наши первоклассники дорогие. Пока только входим в образовательный процесс, каких-то новых программ не изобретаем. Пока все тихо, стандартно, пытаемся войти вместе в учебный процесс. И я, и они здесь впервые. Так что будем друг другу помогать. В этот праздничный день школьники выглядят особенно нарядно, с огромными букетами цветов. И это тоже своеобразная традиция. Ради такого дела сегодня ребятам пришлось проснуться пораньше. А это, ой, как непросто после продолжительных каникул. Ну, вообще, тебе интересно в школе? Да. Ну, скажи, чем? Чем? Переменами. Да, что больше всего любишь в школе? Визор. А еще? Перемены. Ну, а ты чего любишь больше всего? Перемены. Ты ради них сегодня сюда пришел? Нет. А ради чего? Учиться теперь. С удовольствием будешь учиться? Да. А учительница тебе твоя нравится? Да. А чем? Ведет хорошо. Отлично. И представься. Илья Иванов. Илья, а ты за лето вырос? Да. За сколько? На год. Мне прям хотелось сюда прийти. Я еще недавно болела. И я, ну, с радостью сюда шла. Кого увидела? Ну, друзей своих. Одноклассников, которых я давно не видела. Все лето. Соскучилась? Да. А по урокам? Ну, да. Если первоклассники сейчас делают только первые шаги в науку, то для ребят из выпускных классов этот год важный и ответственный. Ведь им предстоит подготовка к государственной аттестации и дальнейшее поступление в вузы. Я думаю, это будет особенный год, потому что и у нас теперь в старом здании классов меньше, и действительно мы остались единственным самым старшим классом. Плюс на носу экзамены, надо готовиться. Но я думаю, что мой личный класс станет еще более сплоченным, что этот год подарит нам очень много положительных эмоций и что все будет круто. Этот год будет очень важным для меня, так как он последний. А также очень важно сдать хорошо экзамены, чтобы в дальнейшем поступить в тот вуз, который я больше всего хочу. Начнете готовиться уже с первого дня или как? Готовиться начали уже летом. К репетиторам ходить, прорешивать варианты, задания. Почетные гости праздника выступили с напутственным словом, пожелав ученикам огромного желания учиться и познавать. Несмотря на то, что сегодня день пасмурный, он сегодня яркий и красочный, город сегодня ожил, потому что масса цветов, масса шаров, масса улыбок, масса приятных впечатлений. Ну а сегодня, в этот праздничный день, хотелось бы пожелать, конечно, в первую очередь обратиться к первоклассникам. У них сегодня самый-самый торжественный день для всех. Они открывают для себя новые пути, новые знания. Они встали на ту прекрасную дорогу, которая называется дорога к знаниям. Выпускникам, да, это особенность, у него волнительный день. У вас последний, 1 сентября, но это начало новой жизни, взрослой жизни, к которой вы сегодня подготовитесь и начнете, завершив учебный процесс. Мне хочется пожелать вам, чтобы вы уже сегодня начали определились со своим будущим, вы понимали, кем вы будете, как вы будете и с кем вы пойдете дальше. Ну и родителям, конечно, как здесь было сказано уже, конечно, наверное, все-таки терпение. Учащиеся подготовили интересные творческие номера, чтобы порадовать гостей. Выпускники школы по традиции передали ключ знаний первоклассникам, сказали напутственное слово, а те, в свою очередь, прочли стихотворение и дали клятву учиться прилежно и защищать честь школы. На линейке также прозвучали песни о школе и об учителях, в исполнении учащихся. Впереди у них череда новых открытий, верные друзья, понимающие учительское сердце. Ребята с волнением вручают букеты ярких цветов и поздравляют с днем знаний своих учителей. А они, словно вторые родители, бережно сопровождают своих учеников в обновленные за лето классы. Конечно, всем моим ученикам я хочу пожелать, чтобы этот год стал для них успешным, чтобы каждый из них достиг хороших результатов. Еще хочу пожелать, чтобы им хватило терпения, усидчивости, стремления для того, чтобы выполнить все задачи, которые этот учебный год поставит перед ними. Новый учебный год для Электрогорска стал знаковым, ведь в День знаний торжественно открыли новую общеобразовательную школу на 550 мест на улице Чкалова. У нас сегодня действительно большое и историческое событие в городе, которого все мы, жители города Электрогорска, с нестерпением ждали. Уже более 40 лет на территории города Электрогорска не разладился, не строился ни один социальный объект. И вот сегодня у нас такое прекрасное событие. Сегодня у нас открывается второе здание лицея. Нарядные мальчишки и девчонки с пестрыми букетами цветов, учителя и родители заполнили школьный двор. На торжественной линейке под звуки гимна России подняли российский флаг. Все наполнено торжеством и гордостью. Директор школы Павел Грязнов и гости поздравили с новым учебным годом. Пожелали, чтобы он стал для них ярким, плодотворным, был наполнен творчеством, интересным и полезным общением. Разрешите мне поздравить вас от лица губернатора Московской области и правительства с этим замечательным днем. У нас на самом деле сегодня очень красивый сентябрьский день. Это первый день, когда наши детки пойдут в школу. Пойдут маленькие наши дети, которые стоят сегодня передо мной в первоклассе. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто принимал участие в строительстве этой школы. Это администрация, заказчик школы, это у нас генеральный подрядчик, лицевод, приум. Это сотрудники главного государственного строительного надзора, которые следили, чтобы объект был возведен качественно и безопасно. В новой школе зоопарты сели 510 учеников. Теперь они будут набираться знаний, жить по расписанию и знакомиться с новыми друзьями. Я уверена, что наши ребята будут учиться самых комфортных, современных, отмечающих современным, актуальным требованиям условия. Таких школ должно быть больше и больше, и Подмосковье строит их с большими темпами. До 2024 года еще 97 школ появятся в Московской области. Мы эту работу, конечно, продолжим. Я хочу пожелать всем успехов, чтобы родная новая школа стала действительно вторым домом для наших учеников. Чтобы шли как на праздник, чтобы глаза горели и у учителей, которые преподают, и у наших детей, которые здесь будут учиться. Всегда к вашим услугам, всегда на страже нашего образования. И хочу сказать, что для города Электрогорска в его 75-летие это достаточно здоровский подарок. Давайте так. С праздником, успехов! Участвуя в торжественных мероприятиях, каждый взрослый испытывает ностальгии по школьному детству. Есть надежда на наших детей, гордость за них и ощущение доброго будущего. Хочется пожелать вам успехов в этой школе, пожелать ученикам, первоклассникам, школьникам уже с опытом обрести друзей и научиться жить в коллективе, научиться жить в любви и в добрососедстве друг с другом. Ну а после торжественной линейки ученики разошлись по школьным кабинетам на классные часы. Учитель мне понравился. И комнаты там, парты, что мы в первый класс идем. Тут красиво, празднично. Семен, расскажи нам, как тебе новая школа? Топ. Мне нравится очень школа. Большие окна, она большая. Одного дня будет мало, чтобы все здесь обойти. Начало учебного года – непростое время и для родителей. Снова проверка домашнего задания, родительские чаты, школьные собрания. Каждый из них хочет, чтобы дети были настоящей гордостью и за время учебы раскрыли свои способности и таланты. Конечно, очень волнительно, очень переживаем. Вроде только родилась, а уже в школу пошла. Школа очень понравилась. Большая, красивая, светлая. Будем надеяться, что они будут получать знания здесь. Будут жить дружно, весело. Чтобы все хорошо было у деток. Радостно, волнительно, необычно. Привыкли к одному образу жизни. Сейчас все по-другому. Ну, радости больше. Переживания, конечно. С точки зрения инфраструктуры школы, мы когда сюда приходили, перед открытием смотрели, куда мы детей поведем. Ну, это школа мечты. То есть я в своем детстве, наверное, даже и мечтать не мог о тех возможностях, которые здесь есть. Но, на самом деле, очень круто. Ну, и с точки зрения спорта, то есть развития, как бы очень много всяких разных, там, и в стадион, там, и в эти все брусья и так далее. То есть классно, я думаю, что детям понравится. Вы рады, что ваш ребенок пошел учиться именно в новую школу? Конечно, рады. Это сознательный был выбор, да? И сюда же пойдет у нас скоро новый выпускник, да? Уже завтра в классах закипит работа. Зазвучат голоса педагогов. Радостно встретит учеников, соскучившиеся по ним за лето парты. Коридоры наполнятся привычным гулом. И первоклассников, и выпускников, и обычных учеников в этом году ждет немало открытий и много побед. Телеканал ТВЛ от всей души желает всем школьникам Электрогорска, чтобы путь к знаниям не показался вам долгим, чтобы на каждый урок вы шли с удовольствием, а педагогам и родителям терпения, удачи и веры в своих учеников. Подготовка ко Дню города стала основной темой еженедельного объезда городских улиц, дворов, торговых объектов, мест общего пользования, который провел во вторник 31 августа глава города Сергей Дорофеев. Все детали обхода смотрите в материале моих коллег. Уже в эти выходные Электрогорск отметит 75-летний юбилей. Главная задача городских служб – навести порядок и создать уют, чтобы обеспечить комфорт жителям и гостям города. Первым пунктом объезда стал бульвар. Основные поручения – окос травы, уборка мусора, дорожного смета. Смотри, вот, смотри, трава, смет надо убрать, и там тоже, смотри, трава растет, и здесь тоже самое. И вот до конца, да, смотри, здесь тоже всю траву, и вот тут, и вот как обычно, вот этот ваш карман, он весь, он этот. Хорошо. А с той стороны твоя такая шлопа. Собираем там. Да, соберите, прометите, тогда хорошо, что здесь. Недалеко от часовни на проезжей части зафиксировали провал в асфальте. Пусть они выйдут, ну, прям, сейчас, если они у тебя работают, ну, видишь, оно прям, оно пробивается сюда. Просто я боюсь, что оно промнется, окончательно дырка будет. Далее прошли на площадь Советскую. Сергей Евгеньевич отметил, что замечания, выявленные в течение прошлого объезда на территориях, закрепленных за торговыми объектами, так и не были устранены. Большое количество мусора, переполненные урны, трава, прорастающая через брусчатку. Но в этот раз владельцы оперативно отреагировали на поручения и устранили их. Но вот компания «Мособлэнерго», в чьей зоне ответственности находится территория за торговыми объектами на площади Советской, к замечаниям не прислушалась. Спиленные ветви и мусор остались на своих местах. Осмотрели территорию городского парка. Здесь необходимо окосить траву, убрать дорожный смет. Подрядная организация завершила обустройство пешеходного тротуара. Он ведет от дома 36 по улице Ленина к школе номер 14. Это была просьба жителей. В сквере Святого Константина приступили к монтажу игровых элементов на детской площадке. К сожалению, не успели установить новые качели и доску. Здесь уже видны следы вандализма. На улице Горького, возле многофункционального центра, компания ТСК «Мусэнерго» проводила работу, после чего не до конца восстановила благоустройство территории. Глава поручил навести порядок. Возьмите постоянку, пройдите всю, смотри. Кроме того, есть ряд заданий к руководству МФЦ – окос травы и уборка смета. Работы по окосу были выполнены оперативно. К ним приступили сразу же после завершения объезда. По итогам глава дал ряд поручений и оценку работе городских служб. Сегодня провели объезд по городу. Объезд был посвящен подготовке к знаменательным нашим датам. Это и 1 сентября дети у нас идут в школу, и день города, который будет проходить у нас и 3-го, и 4-го. Поэтому сегодня уделили внимание, конечно, нашим школьным учреждениям, подходам к школам, выезды, тротуары, опиловка деревьев. Были замечания, но небольшие. Даны сроки до них устранения. Кроме этого, день города, самое место притягательное для наших жителей – это бульвар. Посмотрели подъезды, стоянки, место дислокации наших аттракционов. Даны указания о приведении данных зон в нормативное состояние, чтобы нашим жителям было комфортно и уютно отдыхать в эти праздничные дни. Наш город стал победителем 5-го всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Проект благоустройства берега Озеро Стахановское стал лучшим в номинации «Малый город» с населением от 20 до 50 тысяч человек. Работа целой сплоченной команды дала прекрасный результат. По итогам 5-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «Электрогорск» стал победителем. И это очень значимая победа с учетом того, что в целом на суд экспертного жюри поступило 307 заявок из 73 субъектов федерации. Наш город первый раз участвовал в данном мероприятии. Конечно, когда принималось решение, решение принималось коллегиально всей нашей руководственной администрации, принимать или не принимать участие в этом конкурсе «Малый город» было все-таки принято волевое решение, что город наш должен развиваться, должен входить в все возможные федеральные и региональные программы для того, чтобы сделать жизнь наших жителей более комфортной. Конкурс у нас проходил в период с мая по конец августа. Отборочный тур по всей России прошло 160 городов. Вот из этих 160 городов мы получили, скажем так, призовое место. Выиграли грант на обустройство озера Стахановское. Надеюсь, что этот проект не будет у нас последним. Мы, наверное, еще будем покорять следующие вершины для того, чтобы еще раз, скажу, сделать жизнь наших людей лучше, качественнее и комфортнее. В разработке данного проекта принимали участие специалисты архитектурного бюро СОТА. Проект благоустройства берега озера Стахановское стал лучшим в номинации «Малый город» с населением от 20 до 50 тысяч. В результате реализации запланированных мероприятий появится набережная с пляжной зоной и спусками к воде. Проект в первую очередь синхронизован с существующим благоустройством, которое выполнено было в предыдущие годы. Также мы добавляем туда зону взаимодействия с водой, то есть это различные пирсы и мостики, делаем площадку для проведения мероприятий, делаем новую большую детскую игровую площадку для детей разного возраста, ставим арт-объект и дополняем информации, которой сейчас не хватает в закрывшемся краеведческом музее, о истории города, о взаимодействии с торфом и вообще истории этого места. А в чем уникальность этого проекта? В том, что мы используем полностью индивидуальные малоархитектурные формы, все решения уже привязаны к существующей площадке и также мы раскрываем андеитику самого города в элементах благоустройства. Проект разрабатывался, опираясь прежде всего на историю города и конкретного места. Его архитектурные решения отражают в себе особенности территории. Благоустройство проведут, сохранив природное своеобразие озера. Отметим, что подведение итогов конкурса состоялось в рамках форума малых городов и исторических поселений, который проходил с 24 по 26 августа в Нижнем Новгороде. В форуме принимала участие делегация из нашего города. Мы приняли в нем также участие мероприятие федерального уровня с участием премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина, Виталия Леонтьевича Мутко, генерального директора Дома РФ. Мероприятие прошло на самом высоком уровне. Отрадно и приятно, что наш маленький Электрогорск прозвучал на таком вообще уровне федеральном. Были представлены лучшие практики, как российские, так и зарубежные, которые были реализованы победителем вот этого конкурса. Отрадно понимать и знать, что через несколько лет и наш Электрогорск войдет в список этих лучших практик. Далеко не каждый город, не то что Московской области, а Россия, наверное, может похвастаться наличием вообще в центре города озера естественного. Также приятно осознавать, что какое количество людей приняли участие вообще в обсуждении этой концепции. Это более 7 тысяч человек. Это одна треть города практически. То есть это и в мессенджерах где-то онлайн, и в зум-конференциях, и соучастное проектирование лично, которое проводилось в прошлом году с участием школьников, с участием активного долголетия, с участием, в принципе, активных жителей города. Здорово, что жители поддержали такую инициативу. Осталось ее грамотно реализовать. Очень надеемся, что благодаря большому количеству разных зон набережная станет местным притяжением гостей всех возрастов и интересов. Уже в эти выходные Электрогорск отмечает свой 75-летний юбилей. По этому случаю представляем вашему вниманию афишу праздничных мероприятий. Празднование 75-летия Электрогорска пройдет 3 и 4 сентября. Мероприятия, посвященные юбилею города, пройдут на нескольких площадках. 3 сентября с 15 до 17 часов в Доме культуры будет проходить торжественная часть с церемонией награждения. 4 сентября в течение всего дня жители и гостей праздника ждет масса развлечений. Программа стартует в 11 часов на городском бульваре с построения и праздничного шествия трудовых коллективов и общественных организаций. С 12.45 – торжественная часть праздника. С 13 до 18 часов на сцене выступят творческие коллективы города. После небольшого технического перерыва с 18.30 для гостей праздника проведут лотерею, а после начнется выступление приглашенных профессиональных артистов, скрипичное и барабанное шоу, двойники Фредди Меркури и Майкл Джексона, хедлайнер вечера, автор-исполнитель, блогер Хабиб. В завершении вечера электрогорцы и гости города насладятся праздничным салютом. В этот же день на площадке за физкультурно-оздоровительным комплексом «Лидер» с 13 до 14.30 пройдут показательные выступления по тяжелой атлетике спортивного клуба «Ровесник» имени Владимира Костина, а в 15.00 начнется турнир по баскетболу, посвященный 75-летию города. С 13 до 15.00 на парковке у спортивного комплекса «Лидер» пройдут соревнования по буксу, посвященную юбилею Электрогорска. В зоне отдыха в гостях у «Сказки» на территории озера Стахановское с 12 до 22.00 организуют спортивно-развлекательную программу, мастер-классы, книжный фримаркет, ярмарку изделий ручной работы. Будут работать торговые точки и детские аттракционы. С 13 до 15.00 здесь будет проходить развлекательная программа от культурно-спортивного клуба любителей собаководства «Фарт». А на стадионе имени Роберта Классона с 14 до 20.00 пройдет турнир по футболу среди детских и взрослых команд, посвященный юбилею города. Приглашаем отметить праздник вместе! Электропередачей называли «Электрогорск – любимый город мой». Вокруг леса дремучие стояли, с болотами трясиной маховой. Электрогорск был маленьким и чистым, а утром, когда солнышко взойдет, природе посылая свет лучистый, гудок трудиться звал в цеха народ. По вечерам гармоники играли, и девушки, усевшись, чинно в ряд, до самых звезд с парнями ворковали, одевшись в самый лучший свой наряд. С прилетом птиц девчонки приезжали на торфоразработки, на сезон. Озеро в бараки их вселяли, скворцами называться стал район. Они сюда со всей страны слетались и не боялись тяжкого труда. В парней в их расах по уши влюблялись и оставались жить здесь навсегда. Наш городок был тихим и уютным. Озера с рыбой, ягоды в лесах, в болотах, как на коврике лоскутном, краснела клюква. Нет, в других местах найти богаче трудно было место. Лесов нехоженных, озер, грибов. И приезжали в город наши невесты, чтобы найти достойных женихов. Закрытие летнего сезона и 75-летию со дня образования Электрогорска был посвящен открытый теннисный турнир, который прошел на территории ЗАО «Колаб» в минувшие выходные. На этом спортивном событии побывала и наша съемочная группа. Подробности далее. Сегодня праздничный день, праздник, хорошая погода, хорошее настроение. Приехали очень много людей на турнир по теннису, посвященный 75-летию нашего любимого города Электрогорска. Вот поэтому мы все в восторге, при поднятом настроении находимся. В субботу, 28 августа, любители и профессионалы встретились на открытом теннисном корте для того, чтобы побороться за наградные кубки и памятные подарки. Организатором турнира выступали руководство фирмы «Колаб» и общественные организации Федерации большого тенниса в Павловском посаде. У нас здесь представлена Федерация тенниса Павловского посада и, соответственно, города Электрогорск, Павловский посад. Гости есть из Орехово-Зуево, Звездного городка, Ногинского района, то есть из Восточного Подмосковья. В основном представлены участники. Участники соревнований не раз уже принимали участие в таких турнирах. Каждый из них прекрасно знает сильные и слабые стороны противника. И каждый спортсмен сегодня старался показать красивую, техничную и интересную игру. Пары представлены и женщинами, и мужчинами. Чисто мужские пары есть. Возраст участников тоже у нас самый разный. Здесь от 27 лет и до 70, до 72 лет. Самому старшему игроку сегодня, Павленко Михаилу Федоровичу, 72 года, если я не ошибаюсь. Но возраст, если меньше указал, он на меня не обидится. В этом году гостями турнира стали не только спортсмены, общественные деятели, депутаты, но и настоящий летчик-космонавт России номер 92 Сергей Залетин, который совершил два космических полета. Я здесь в Электрогорске первый раз, к сожалению. Но я надеюсь, начиная с сегодняшнего дня, знакомство с местными кортами, с городом, для меня теперь будет на регулярной основе, так как мы подружились с руководителем Эколаб. Соответственно, он очень любит теннис. Я тоже очень люблю теннис. Кстати, абсолютно большинство космонавтов играет в теннис. Это у нас традиция, начиная с Юрия Гагарина. Если вы приедете в звездный городок, то придете в спортзал, увидите шкафчик, который остался после Юрия Гагарина, где его кроссовки, где его теннисная ракетка, где его мячи. Поэтому играйте в теннис, будете здоровы. Это с другой точки зрения быть не может. Поэтому на корте мы оздоравливаемся, с Эколаб мы оздоравливаемся. Поэтому все наши выходные мы проводим с пользой для дела. Популярность тенниса в Электрогорске растет. В феврале 2016 года на территории Эколаб состоялась торжественная церемония открытия спортивно-здоровительного комплекса, в котором появился современный крытый теннисный корт площадью 288 квадратных метров. И теперь любители этого вида спорта даже зимой не прекращают свои тренировки. Конечно, Эколаб во главе с президентом Сифоним Гашимчем, конечно, задает всегда, наверное, спортивный тон нашему городу. И слава Богу, что у нас на территории города есть такой человек, который действительно воспитывает нашу молодежь в советских традициях, в традициях развития и любви к спорту. Это самое важное. Помимо того, что теннис, я знаю, и тренажерные залы, и настольные теннисы. И мало того, что он создает игровые виды спорта, он еще и встает комфортные условия для этих. Это есть и сауны, и душевые кабины, отличающиеся самым современным способом. Поэтому я очень рад, что сегодня нахожусь здесь, и тем более в преддверии 75-летия нашего города Электрогорска. К сожалению, он должен быть в мае, но в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой был перенесен на 4 сентября. Поэтому, пользуясь случаем, я вас поздравляю с этой знаменательной датой 75-летия города нашего Электрогорска. Приглашаю всех 4 числа на бульвар, на нашу площадь, где будет у нас и торжественное шествие наших мероприятий, и концертная праздничная программа. Поздравила участников соревнования с приближающим праздником и турниром депутат Московской областной думы Ленара Семединова. На самом деле, вы открываете череду праздничных событий в городе, потому что вы первые, кто провел события, за исключением выставки, которая проходила уже в Доме культуры, но она проходила, так сказать, планово, и в те даты, которые мы планировали в мае. А вот эту череду осенних событий вы открыли своим событием. И здорово, что этот спорт действительно и коллабка славятся своими традициями добрыми. И, знаете, не каждый директор учреждения проводит свое время в коллективе в выходные, создает такие комфортные условия с энтузиазмом, в хорошем смысле слова, инициирует постоянно какие-то мероприятия, приглашает на эти мероприятия разных гостей. Это дорогого стоит, правда. Вы живете тем, что вы делаете, вы объединяете вокруг себя людей самыми разными способами. И трудоустраивая, давая возможность содержать свои семьи, работы. И, как уже было подмечено, занимайтесь оздоровлением своей продукции, и при этом еще и спортом, и творчеством, и коллективами, которые вокруг себя объединяются. Как всегда, турнир прошел по-спортивному, азартно и показательно. Победители и призеры были награждены почетными грамотами, кубками и памятными подарками. И в завершении выпуска новостей несколько слов о погоде. Вот и все, лето закончилось. И, как по расписанию, сегодня уже ушла летняя погода. Этой ночью ожидается переменная облачность, температура плюс 8-10, давление немного ниже нормы. Завтра днем переменная облачность, небольшой дождь, плюс 14-16, ветер северо-западный умеренный. На этом наш информационный выпуск подошел к завершению. Далее эфир продолжит репортаж с оперативного совещания в городской администрации. Новости для вас подготовили Ольга Костина, Анна Вязгина, Александр Суслов, Дмитрий Морозов и Кирилл Чиняков. В студии была Татьяна Пыренова. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч на телеканале ТВЛ. Не болейте и берегите своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин